Всем привет! Ребят, а что это везде ЕГЭ да ЕГЭ? А что, девятиклассникам уже помогать не надо? На сайте FIPI, так же как и ЕГЭ, выбросили досрочные экзамены по ОГЭ, и поэтому мы сейчас сделаем супер-трюк. Мы разберем за 20 минут весь второй вариант, вторую часть. Начнем. Номер 21. Решить уравнение. Кстати, нечто подобное было в прошлом году на реальном ОГЭ. Так вот, мы можем заметить, что вот эта скобочка, это формула, поэтому сворачиваем ее, и у нас получается х на х плюс 1 в квадрате равно 2х плюс 1. Упростили, и теперь, только я вас умоляю, никаких сокращений. Если уж так хочется что-то сократить, перенесите лучше это на одну сторону и вынесите за скобки. Итак, что я сделаю? Переношу на одну сторону, будет минус и равно 0, а дальше х плюс 1, общий множитель, выношу за скобки, у меня остается х на х плюс 1, потому что я забрала только одну такую скобочку. Минус 2 равно 0. И теперь произведение равно 0, если хотя бы один из множителей равен 0. Значит, или это 0, или вот это вот, мы сразу раскроем скобки, х квадрат плюс х минус 2 равно 0. Теперь получается, что х равно минус 1, это один ответ. И здесь, если, например, по теореме Ви это решаем, у нас получается х равно 1, и х 2 равно минус 2. Произведение равно минус 2, сумма дает минус 1. Значит, наш ответ минус 2, минус 1 и 1. Все, готово. Задача 22. Поезд двигается равномерно, со скоростью 140 км в час, проезжает мимо пешехода, идущего по платформе параллельно путям со скоростью 4 км в час, навстречу поезду за 10 секунд. Найдите длину поезда в метрах. А давайте попробуем это нарисовать. То есть поезд двигается в эту сторону, человек идет туда, откуда поезд приехал, в известной скорости, и время, за которое поезд проезжает мимо вот этого человека. Если вы хотите найти длину поезда, по сути, вы хотите найти расстояние, которое проезжает поезд. Значит, надо v умножить на t. t, понятно, это 10 секунд, но что сделать с v? Дело в том, что человек, когда идет навстречу поезду, он как бы скрадывает его скорость. Поэтому, чтобы найти v, нам нужно к скорости поезда прибавить скорость человека. Если бы они, если в одном направлении, тогда нужно было бы от скорости поезда отнять скорость человека. Таким образом, мы получаем 144 км в час. И тогда, чтобы найти s, то есть длину поезда, мы умножаем 144, это км в час, на время. А время у нас 10 секунд, а нам-то надо часы. Значит, разделим на 3600. Почему это я пишу 3600? Потому что в одном часе 3600 секунд. Значит, если я хочу секунды перевести в часы, я делю на эти 3600. И получается, если это посчитать, у нас получится, здесь можно сократить, здесь тоже можно посчитать. Это выходит 0,4 км. Но ответ просили дать в метрах, значит, мы умножаем это на 1000, потому что в одном километре 1000 метров. И наш ответ будет 400 метров длина нашего поезда. Готово! Двигаемся дальше. И на очереди номер 23, где надо построить график функции. А вот и он. Здесь присутствуют модули. Причем они стоят как-то хаотично, поэтому нужно эти модули снять. Но обратите внимание, что все модули обнуляет х, равный нулю. Поэтому, скажем так, переломным х для нас будет 0. И если мы будем везде брать х больше либо равный нуля, то модули откроются с плюсами. И тогда наша функция перепишется в х умножить на х будет х квадрат плюс 2 умножить на х это 2х, минус 3х это будет минус х. Я даже сразу напишу. То есть так получается, если мы вместо х берем что-то положительное. Если же вместо х будем брать что-то отрицательное, то все модули раскроются с минусом. И получится х на минус х это минус х квадрат плюс 2 умножить на минус х это будет минус 2х и еще минус 3х это минус 5х. Получается вот такая кусочная функция, которая состоит из двух графиков. Это параболы. Первая парабола ветвями вверх, эта парабола ветвями вниз. Давайте попробуем их построить на одной координатной плоскости. И вот этот нолик это будет для нас переломная полоса. Как строить параболу? Давайте выпишем первую функцию и сделаем следующее. Либо мы можем найти х вершины, это минус b делить на 2а, или можно поступить хитро и найти в начале нули этой функции. Для этого решим уравнение. Можно вынести их за скобки, будет х минус 1 равно 0, значит нули это х равно 0 и х равно 1. И так как ваша парабола всегда симметрична относительно вершины, значит эти корни должны быть симметричны и ровно между ними посередине будет находиться вершина. Поэтому вершина х вершины будет равно, что между нулем и единицей? Это 1 вторая. А если я захочу найти у вершины, я подставляю эту 1 вторую вот в эту формулу. Или можно подставлять сюда, у нас получается, если подставить минус 1 четвертая. Точно так же можно поступить и со второй параболой. И далее можно найти дополнительные точки. Но сейчас мы это все перенесем на координатную плоскость и посмотрим, как это все выглядит. Полученные точки я уже переместила на координатную плоскость. Вот она моя вершина, вот это вот нули. Если мне еще интересно, как ведет себя парабола, я бы могла найти, чему будет равняться значение у, если х равно 2. Просчитать, подставить эту двойку сюда. Это будет 4 минус 2, это будет 2. Значит точка будет где-то здесь. И я, в принципе, готова рисовать параболу. Это у меня первый кусок. Для второго куска я все по аналогии просчитала. У меня получились нули, 0 и минус 5. Вот они. Строго между ними находится х вершины, это минус 2,5. Если подставить это значение по х и посчитать значение функции, точнее лучше всего подставлять сюда и найти значение у, у нас получится 6,25. Вот она вершинка. И я уже тоже готова рисовать параболу. Но, ребята, я нарисовала немножко на глаз. Если вы хотите поточнее, дополнительные точки вы можете подставить. Минус 1 в эту функцию, минус 2, тогда вы узнаете поточнее, где будут располагаться данные точки. Все, картинка готова. И ответ на второй вопрос. Спрашивают, при какой M прямая Y равно M будет иметь с графиком ровно две общие точки. Внимание, у меня здесь парабола немножечко недорисована. Меня устроит вот такая прямая, которая в вершине и вот здесь будет пересекать мой график. И вторая прямая, которая меня устроит, выглядит будет как-то вот так. Потому что вот раз точка, вот точка два. И вспоминаем, какие же у нас были координаты вершин по Y. Такие и будут у нас ответы. Значит, первая прямая это M равно 6,25. И вторая прямая у нее M равно, проверяем, минус 0,25. Вот такие вот два ответа будут во второй части номера 23. Ну что, на очереди геометрия. И теперь перед вами задачи 24 и 25. Сейчас мы с ними будем разбираться. Задачи 24. Что же от нас хотят? Я сейчас зачитаю. Окружность с центром на стороне АС треугольника АВС проходит через вершину С и касается прямой АВ в точке B. Найдите АС, если диаметр окружности равен 6,4, а АВ равно 6. Вот мы нарисовали то, что я только что прочитала. Мы видим, что окружность с центром в точке О. И этот центр находится на стороне АС треугольника АВС. Точка С как раз-таки лежит на окружности. И точка B это точка касания. Что мы понимаем? Диаметр окружности равен 6,4. На данной картинке диаметр это, пускай будет точка М, МС. Значит, МС равно 6,4. А АВ равно 6. По этой картинке можно сориентироваться и вспомнить теорему об отрезках касательной и секущей. Если вы вспомните, то задача решается буквально в одно действие. Мы знаем, что АВ в квадрате будет равно, это наш отрезок касательной, равно произведению вот этого кусочка АМ на АС, на всю секущую. И теперь мы подставим те значения, которые у нас есть. Но, как вы понимаете, у нас вот этого АМ нету, поэтому мы можем назвать это Х. И тогда формула перепишется. 6 в квадрате равно АМ это Х умножить. А АС это Х плюс АМС это наш диаметр. Значит, Х плюс 6,4. Получается вот такое уравнение. Раскроем скобки. 36 равно Х квадрат плюс 6,4 Х. Х квадрат плюс 6,4 Х минус 36 равно 0. Если решить это уравнение, я думаю, вы это умеете делать и без меня, получится, что Х1 равно минус 10, и Х2 равно 3,6. Вот смотрите, произведение равняется минус 3,6, а сумма будет как раз равняться минус 6,4. То есть этот корень нам не подходит, не удовлетворяет условию задачи. Значит, Х равняется 3,6. И возвращаемся обратно на чертеж. Добиваем задачу. Наш Х это 3,6. Напоминаю, вот здесь мы брали Х. И теперь вся АС это что? Это АМ, которая 3,6, плюс МС. МС это диаметр 6,4. Значит, наш ответ получается десятка. Ну и теперь я вижу вопрос в ваших глазах. А что делать, если я не помню эту формулу? Как мне решить эту задачу? Да без проблем. Ребят, смотрите. Если вы получаете похожую картинку, и там какая-то речь о точке касания, всегда проводите радиус точку касания. То есть мы можем встать в центр, в точку О, провести вот так вот радиус. И что мы понимаем? Если диаметр равен 6,4, значит радиус это что? 3,2. И вот здесь 3,2. И здесь 3,2. И здесь 3,2. И кроме того, когда мы провели радиус в точку касания, в точку Б, то получился прямоугольный треугольник А, Б, О, в котором вы знаете катет и катет. И без проблем можете найти гипотенузу. Если здесь посчитаете, получаете сколько? 6,8. И потом добавляете вот этот кусочек 3,2. И у вас получается 10, как и у нас. Ну а что? Теперь посмотрим доказательства. 25-й номер. Основание Б, С и А, Д. Трапеция Б, С, Д равны, соответственно, 4 и 64. Б, Д равно 16. Докажите, что треугольник С, Б, Д и Б, Д, А подобны. Ну что, ребят, смотрите-ка. Давайте перенесем все данные на чертеж. Мы знаем, что Б, С равно 4. Мы знаем, что Б, Д равно 16. А, Д равно 64. И мы хотим доказать, что треугольник С, Б, Д, это вот этот верхний треугольник, будет подобен треугольнику А, Б, Д. Как же нам это доказать? Давайте-ка вспомним, какие признаки подобия треугольников вы знаете. В основном задачи решаются по первому признаку. То есть вам надо найти два одинаковых угла в ваших треугольниках И, да, тогда они подобны. Но здесь, судя по всему, это не получится, иначе нам бы не дали вот эти стороны. Давайте-ка осмотримся. Вообще какие-то одинаковые углы есть у наших треугольников? Да, такие углы есть. Это угол Б, вот он, и угол Д. Этот и этот угол, они накрест лежащие, поэтому они равны. Накрест лежащие при параллельных прямых Б, С и А, Д и секущей Б, Д. Итак, по углу одинаковым мы нашли. Значит, это или первый признак, но мы уже сказали, что вряд ли здесь он сработает, второго угла одинакового мы не найдем, или второй признак. А второй признак – это когда у вас два угла одинаковые, а стороны, которые прилегают к этим углам, пропорциональны. Поэтому давайте-ка попробуем посмотреть, что будет со сторонами, которые прилегают вот к этим равным углам. В маленьком треугольнике, то есть треугольнике Б, С, Д, у нас сторона Б, С, а какая же будет сходственная с ней в большом треугольнике? Так, этот угол у нас тупой, у этого треугольника тупым углом может быть только вот этот. То есть мы, когда соответственные стороны находим, мы пытаемся ориентироваться на углы. Вот моя четверка, Б, С, находится между вот этими двумя углами. Значит, в большом треугольнике между этими двумя углами мне находится сторона Б, Д. Значит, Б, С и Б, Д. И я буду проверять, а будет ли это отношение равняться отношению двух других сторон. Каких? В маленьком треугольнике я могу взять Б, Д, а в большом треугольнике тогда вот этому углу, вот этой стороне, которая лежит напротив вот этого угла, будет соответствовать сторона А, Д. И теперь я подставлю значение, которое у меня есть, и проверю, будет ли здесь стоять знак равно. То есть это у меня сейчас под вопросом, если да, то все треугольники подобны по второму признаку, потому что угол одинаковый у них есть. Б, С это четверка, Б, Д это 16, потом Б, Д в другом треугольнике опять же 16, и А, Д это 64. Ну а теперь давайте посмотрим, можно ли поставить знак равно между ними. Если мы будем сокращать, вот, например, здесь 16 и 64 можем сократить, это на 4, у нас как раз-таки получится 4 и 16. Как вы понимаете, здесь мы имеем право поставить знак равно, и поэтому наши треугольники подобны по второму признаку, потому что у них есть одинаковый угол, вот мы его отметили, и стороны, которые прилегают к этим сторонам, пропорциональны. Готово. Ну и теперь апогей, это задача номер 26. Сейчас мы быстренько тоже с ней разберемся. Читаю. Середина, М, стороны А, Д, выпуклого четырехугольника, А, Б, С, Д равна удалена от всех его вершин. Найдите А, Д, если Б, С равна 14, а углы Б и С четырехугольника равны, соответственно, 110 и 100. Ну что, теперь мы перенесем на чертеж все то, что я только что прочитала. Мы знаем, что точка М является серединой стороны А, Д, значит, вот так, и она равна удалена от вершины Б и от вершины С. Значит, если я нарисую вот так и нарисую вот так, то эти расстояния будут равны между собой. То есть равна удалена, да, равное расстояние до всех вершин. Ну и, кстати, сразу, наверное, можно подумать о том, что раз у нас точка М, скажем так, как будто бы центр, да, и все расстояния вот эти одинаковы, то, наверное, так и просится сюда нарисовать окружность, то есть это все радиусы описанной окружности. Мы сейчас еще кое-что перенесем из задачи. Мы же знаем, что угол Б весь целиком равен 110, я напишу это сверху, и угол С весь целиком равен 100 градусов, и сторона БС равна 14, а мы хотим найти длину стороны А, Д. Ну что, вот мы окружность нарисовали не просто так, она прям просилась, и что мы знаем про четырехугольник, который вписан в окружность? Мы знаем, что противолежащие углы должны в сумме давать 180 градусов. Значит, если этот угол 100, то напротив будет лежать угол А, который будет 80 градусов. Вот они вместе 180. Здесь 110, значит, здесь угол будет равен 70 градусов. Вот они вместе 180. А так как здесь все отрезки А, М и М, Б равны, значит, и этот угол будет 80 градусов. Это же равнобедренный треугольник. И здесь то же самое. Вот треугольник М, С, Д. Здесь 70, здесь 70. Значит, он же равнобедренный, поэтому углы при основании равны. И поэтому мы смогли бы узнать, что происходит вот здесь вот в серединке. А в серединке у нас равнобедренный треугольник. Хоть не очень на это и похоже. Но если весь угол был 110, а здесь кусок 80, значит 110 минус 80 получаем 30 градусов. И далее здесь от 100 отнимаем 70, тоже получаем 30 градусов. Но вообще мы это могли и так сказать, потому что треугольник был равнобедренный. Если мы один угол знаем при основании, значит второй тоже будет 30 градусов. Ну и теперь давайте подумаем, а как же нам найти А, Д? А, Д состоит из двух вот таких вот отрезков, которые есть и вот здесь. Поэтому почему бы нам просто не рассмотреть треугольник М, Б, С. Давайте я даже отдельно его нарисую. Вот он у нас. Он, конечно, не очень похож на треугольник с углаживанием, с углами 30 градусов, потому что если здесь 30 и здесь 30, то этот угол будет 120 градусов, то есть тупоугольный треугольник. Но для решения задачи этого будет предостаточно. Пускай это будет у нас Х, сторона эта сторона Х. И тогда что я могу сделать? Если он равнобедренный, так я проведу лучше высоту сюда, вот к основанию Б, С. Она разделит сторону Б, С на две равные части, потому что он равнобедренный, высота является еще и медианой, поэтому будет 7 и 7. И далее я могу разобраться просто с этим прямоугольным треугольником, что мне надо. Мне надо гипотенузу, а я знаю вот этот катет, который семерочка, и знаю, например, вот этот угол 30 градусов. И тогда косинус вот этого угла 30 градусов равен отношению прилежащего катета вот к этому Х, который я хочу найти. Отсюда давайте вспоминать, косинус 30 градусов, это корень из трех делить на 2, равно 7 разделить на Х, а значит Х будет равен 14 разделить на корень из трех. Я умножила 2 на 7 и разделила на корень из трех. Это мой Х. Х это и есть вот эта сторона М, С, а она равна стороне М, Д, значит это тоже будет Х, это тот самый Х. Вся А, Д это 2Х, значит я должна взять вот это вот число, которое получилось, и умножить на 2. Но только, наверное, давайте тогда избавимся от рациональности. Для этого надо домножить на корень из трех. У меня получилось бы 14 третьих корень из трех, и я умножаю на 2, мне получается 28 корень из трех делить на 3. Вот ответ в 26-й задаче. Вот так все просто у нас получилось. Ну что, ребят, я вас поздравляю, вот так вот быстро, весело и задорно мы разобрались со второй частью реального экзамена ОГ по математике. Надеюсь, что вопросов у вас не осталось, ну а если все-таки вы хотите что-то уточнить, спросить, узнать, пишите об этом в комментариях, обязательно поставьте лайк, если видео было вам полезным, кликайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А если вам нужна дополнительная помощь, то приходите на наши бесплатные вебинары и записывайтесь к репетиторам на сайте Tutor Online, тем более, что первый урок бесплатный. Если вам нужна какая-то подробная информация, проходите по ссылке в описании. Жду вас на следующем уроке. Пока!